Наши гостеприимные хозяйки, уникальные. Женщины с каждым уникальными, как в районе здесь. А все остальные, я думаю, на скреплю. Тогда все закончится, вам не захочется скупить. Вот джерские люди, да, мы тут распоемся, распитаемся. Да, давайте, пока мы держимся в руках, мы все-таки предоставим слово. Я хочу поблагодарить вас, Алина. Вы молодчина, и я обещаю ваши стихи издать в меня тюрьме. Это боль по дороге. Собрала сейчас вот такая аудитория бакинцев, настоящих. Потому что я по вечеринке вас не вижу. Не страдаю, а сам пунктируюсь. Но вот история музея. В 93-й год, 3 октября, Гайдар Алис был избран на первый пятилетний срок президентом Азербайджана. А 10 октября в дворце Ленина состоялась церемония инаугурации. Я присутствовала на этой церемонии. И когда Гайдар Алис час-десять минут по стойке смирно, без бумаги, без информации, произнес свою речь, я сама себе сказала, что я это должна издать в миниатюре. Откуда мне в голову это пришло? У меня в коллекции вот стоит инокурсионная речь Кеннеди, которая была издана в Голландии после его гибели. А вы помните, да, 93-94-е тяжелые годы были здесь, ни бумаги, ничего не было. Но я нашла бывший мой сотрудник нашей типографии общества книголюбов, который создавал эту типографию в 82-м году. В 90-м он уехал в Америку. И вдруг в 94-м в конце он приезжает создавать в Баку бизнес. Я ему говорю, Алик, помоги, да. Он отправил меня в Москву. И в пятой образцовой типографии издали первую клятву Гайдара Алисича. Вот она стоит с его автографом на русском и английском языке. А потом вот я издала на азербайджанском и русском. И вот презентация этой клятвы состоялась 3 июня 95-го года в Национальной библиотеке в Зале зарубежной литературы. Этот зал нефтяные компании только отремонтировали. Новая мебель, все. И я выставила там 2000 книг из своей коллекции. Вот верхняя фотография, это 95-й год, 3-й июня. И когда я выступал, я говорю, когда Гайдар Алисич выступал, он дважды сослался на мое выступление по другим вопросам. Этот обошел молчание, дура, надо завещать городу. Я так думаю. И когда он смотрел книги, он говорит, Завиф, это все книги твои? Я говорю, Гайдар Алисич, здесь я выставила 2000, а у меня тогда было 4000. Ему очень понравилось, пока ты живи, она стоит там. Спросил, вот тираж, на каком языке, издатель. Все, я сказала. Я говорю, Гайдар Алисич, вам понравилось? Он говорит, да. Я говорю, я вам даю. Он никогда, нигде, ни у кого ничего не брал. Он взял эту книгу. Вторая, ему понравился, Рерих. Вы знаете, да, он сам рисовал, взял. И когда увидел, вот стоит там, фоксимильное издание Евгений Онегин, 1837 год. Он говорит, Зариф, а это у тебя куда? Я говорю, Гайдар Алисич, история, он умалчивает. Я говорю, вам понравилось? Он говорит, да. Я говорю, я вам дарю. Он говорит, ну хватит за Рифа, две подарю. Я говорю, Гайдар Алисич, пусть будет три. И он взял. И потом, там на стенде книги, я ему показываю 10 томов Хонекера. И говорю, Зариф, ГДР нету, а книги остались. Он посмотрел на меня и сказал, вот книги-то и остаются. И вот после этого мероприятия, прошло пять месяцев, я написала в Мерию письмо. Прошло еще четыре месяца. И вот сейчас Акиф, он сейчас главный архитектор. А тогда он был просто. Он звонит и говорит, нам поручено пройти с вами по Ичарича. И какое место вы выберете, на это место дадут решение. Мы пришли в дирекцию, разрух всяких было. И куда мы не показываем, это того, это того, это того. И когда пришли сюда, побоялись сказать, кого, вот сами построили, сами содержим, и вход в музей. И это не только для культуры Азербайджана, но и для мира. И подтверждение книги рекордов Биннеса. И почему 1913 написано уникально? Когда они приняли нашу заявку и прислали пакет документов, на что мы должны были ответить, первое, что они написали, стандарт миниатюрной книги по их требованиям по странице 75 миллиметров на 75 максимум. А в СССР было 100 на 100. И поэтому пришлось. И когда я открывала музей 23 апреля 2002 года. А почему 23 апреля? Этот день во всем мире по решению ЮНЕСКО отмечается как Международный день книги и авторских прав. В этот день, в 1616 году, скончались Шекспир и Серванты. И Гайдар Альич должен был принимать участие. Но 23 апреля по 25-е, в 2002 год, президенты встречаются в Ашхаваде, создают СНГ. И когда Гайдар Альич вернулся, он, глядя Фану Сейцзаде, говорит, позвони, зови, узнай, как прошло открытие. Я говорю, все было хорошо, только первого канала не было. Через полчаса они прибежали сюда снимать. И когда открывался музей, здесь было 29 витрин, 3200 книг. Сейчас 39 витрин, 5712 книг, изданных в 82 страны мира. 1120 книг филиал на Фичеване во дворце Гайдара Альиева. 1168 в Гяндже, в центре города, прямо за памятником Гайдара Альич. Там выставлено 1168. Выставлены книги, вот кроме наших классик, это издательство «Рязычи». С 88 года по сегодняшний день я издала 230 миниатюрных книг. И у государства, ну, может быть, там, Министерство культуры, там, Бюльбюля, там, книгу. Остальное все я сама искала спонсоров и сама. Правда, я всегда всем, когда я бываю в музее, я говорю, вход в музей бесплатный, вы знаете, да? Вот. Я говорю, если бы у армян кто-то попал бы в книгу рекордов Гиннесса, весь мир кричал бы, а вы вот сидящие здесь первый раз пришли сюда. А мы ругаем. Вот есть такой сайт, 3вайзер, адвайзер. Я с интернетом делаю, не имею. Вот отклики иностранных туристов. Здесь 56 музеев в Баку и мой музей по рейтингу на первом месте. Аплодисменты. 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 Последнее. Значит, директором Мича Ричая, когда был Мичаэль Абдуллаев, он звонит мне, говорит, Фаханову, экспорт ЮНЕСКО находится здесь. Он хочет прийти, ознакомиться и может что-то вам посоветовать. Я сказал, пожалуйста. Они пришли. Высокий, интересный мужчина, чисто по-русски говорит. Все без меня посмотрел, все подошел к столу и говорит, а почему вы билеты не продаете? Я говорю, чтобы билеты продавать, их надо заказать, это расходы. Потом надо посадить сотрудника, платить зарплату и потом проверять, рвет он или второй раз, а потом отчитываться перед налоговой. Мне это надо. Он засмеялся и говорит. А вы ведете учет и мы ему показываем журнал. А в журнале, значит, большой журнал, месяц, год, дата, взрослые, студенты, учащиеся, зашколяда, иностранцы и то. Перестал журнал, все, вот по годам, до 2002 года посмотрел, поднял голову и говорит, ЮНЕСКО у вас должно поучить. И вот за 15 лет, значит, 16-й год, 23-й апреля, взрослых азербайджанцев посетили 78 131. В 17-й год наших посетило 11 058, иностранцев 59 742 человек. И вот витрина вот стоит, там флаг, кстати, упал. Из Америки это прислали с одной супругской парой, он скульптор, она художник, который принимали в 10-м году в Геннале участие. И когда их друзья, графики, художники узнали, что они летят в Баку, кто для себя в одном экземпляре делал, как он представляет книгу, передали, чтобы это было в моем музее. С одной стороны, я получаю удовольствие от вашего выступления, и самое главное, что дорогие мои бакинцы собрались здесь. Все, спасибо. Хочу еще один факт вам привести, связанный с Гайдаром Ильичем. В 2000-й год, декабрь месяц, Гелярахану Сейдзаде кладет на стол Гайдара Ильичу вот этот двухтомник, он называется Гайдар Алиев на страже культурного наследия. Двухтомник. Значит, с 1993 года по 2000-й, кого Гайдар Алиевич принимал, таких крупных, принимал участие, все-таки двухтомник, сигнальный экземпляр, вы понимаете, да, готовая книга, в Турции печаталась. И Гайдар Алиевич посмотрел, отложил в сторону, и Гайдар Алиев говорит, дает ему план нового двухтомника, связанный с нефтяной стратегией. Гайдар Алиевич прочитал этот план и говорит, а первую книгу с нефтяной стратегией Зарифа выносила. Включите ее в эту книгу. Вот Гайдар Алиевича, вот Гайдар Алиев на страже. И представляете, ну кто я по сравнению, кто вошли, да, в эту книгу. И его слова, издание в Азербайджане миниатюрных книг Зарифу Афану Салахову, заслуживает самой высокой оценки. И вот эта фотография с презентацией его плясок. А это перед Олимпийскими играми в Австралии. Вы представляете, вот такая личность, что он не забыл. Вот как можно это не ценить и как можно это забыть. АПЛОДИСМЕНТЫ И ждать! АПЛОДИСМЕНТЫ